Что, рачишка, ютуб платить перестал, да? Кап, ну я тебе уже говорил, блядь, деньги нужны. Сам знаешь, варфейс хочу вернуться, а как бы, ну, хорошо, когда начинаешь уже с донатиком, я считаю правильно. Ладно, не ссы, братуха, будет тебе пуха. Посылки проходишь, все нужное находишь, статку растишь и раков все гнешь. Ну а дальше, братишка, ты сам все поймешь. Оу май, работа подождет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КИБЕ КАМПАНИЯ НЕТА ОКНОПКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОСТАЛЬГИЯ ПО ТАЙПУ ИЛИ ГРОЗА УАРФЕЙС Что, Рокутагин, тайпчик вспомнил, да? Есть такое, Капитан Очевидность. Тайпчик родненький, нагибной. Приветствую вас, леди джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, Капитан Очевидность и ОЦ-14 ГРОЗА УАРФЕЙС. Оружие, которое прямо навевает ностальгические чувства. Легкая трясочка. И знакомый каждому задроту этой игры звук. Да-да, тот самый звук Тайп-97, ребятки. Который проникает в тебя в самое сердце и заставляет его биться быстрее. Годнота или шляпа? Вот в чём вопрос. Эта пушка Кэп, как минимум, очень неплохая. Если, друзья, мы взглянем на ТТХ, то увидим, что вроде как, ну, ничего выдающегося на сегодняшний день в ней явно нет. Но есть один нюанс. У этой пушки есть возможность установки модификаций. Мда, те самые моды. А если учитывать, что у данного оружия есть золотая версия, то мы с вами прекрасно понимаем. Ох, донатом пахнет. Собственно, всё, как я и говорил. Я говорил, что моды не могут долго просуществовать исключительно в ветке поставщиков. И так оно, ребята, и получилось. В общем-то, это и так было понятно по крику. Который, ну, вроде как, да, его можно получить за имминт, но там есть золотая версия и т.д. и т.п. Ну, вы понимаете, ребят, ну чё, ну, как бы, ну, все свои, все всё понимают. Полоти и нагибай. Справедливо. Использовать я стал, конечно же, в своих великолепных тестах золотую версию. И вот с такой сборочкой. Темп сразу у нас возрос прилично. И это, извините меня, уже уровень. Уровень, который позволяет нам эффективно выполнять движения трекинга, преследуя голову противника. И получать, кстати, весьма годные результаты. Звучит заманчиво, но всё ли у неё хорошо, дружище, с отдачей? Вот что касается отдачи, капитан Очевидность, на первый взгляд, друзья, не поверите, она может показаться достаточно сильной. Как вы видите, вроде как пушку куда-то там высоко задирает. Но если внимательно присмотреться, мы понимаем, что на самом деле отдача очень слабая. Просто она всё время идёт вверх, а не как у большинства пушек, после первых десяти пуль рандомит на месте. И, собственно говоря, на самом деле у этой пушки отдача что-то между АК-12 и АК-15, но ближе к 12-й версии, нежели 15. То есть отдача достаточно слабая. Имбой пахнула. Нет, друг мой, вот имбой она не получается в итоге. Да, друзья, несмотря на все эти великолепные достоинства, при установке модификации мы получаем хорошую ТТХ. У нас мягенькая-слабенькая отдача. Но! При всех своих плюсах, всё-таки она не вырывается в какой-то, не знаю, может быть, супер-топ штурмовика, как это делает Кац ПДВ или Шурфайр МГХ. И, по моему скромному мнению, Шурфайр будет, такие ребятки, всё-таки поэффективнее. Есть у этой пушки и одна странность. Дело в том, что когда ты устанавливаешь трублый РДС, ну а я играл, естественно, с этим прицелом, потому что, ну, использовать двушку на шнурмовой винтовке, да там, где я играю, на мясорубках, ну, прямо скажем, затея лично для меня не самая лучшая. Так вот, стругло, почему-то я не мог нормально навестись. Я не знаю почему, но играть с этой пушкой было для меня тяжеловато. Отдачи нет, темп хороший. Но почему-то я всегда переводил голову противника. То не доводил, то переводил. В общем, как-то не мог нормально третчить, как говорится. Я не знаю почему, но с этой пушкой у меня не получалось. В какой-то определённый момент я поймал себя на мысли, а может быть всё дело в трублый РДС, ведь в последнее время я привык, как и большинство игроков Варфейс, использовать прицелы кратностью 1 и 3. А их, кстати, к сожалению, на грозе нет. Вообще, выбор прицелов очень скуден. Два двухкратника и стандартный трублый РДС. Что печально, можно было бы заморочиться и поставить какой-нибудь, не знаю, монокль или типа того, что-нибудь интересное и такое попсовое. 1 и 3, быстрый зум, меньшие тряски, было бы круто. Однако версию о том, что виноват Тругло, я отбросил по той простой причине, что буквально на днях я задротил Шурфайером, а там я как раз использую Тругло. И никаких особых проблем у меня с трекингом и переводками с одной головы на другую не возникает. Загадка, сука! О, я ебундестаг! Значит, несмотря на все плюсы, пушка неудобная. Да не то чтобы неудобная, капитан Очевидность, ты понимаешь, просто, наверное, надо привыкнуть. Однако могу констатировать, что в моих руках личная пушка не показала какого-то очень высокого нагиба. С другой стороны, и нельзя сказать, что она слабая. Она не плохая. Она, в принципе, годная. И при всей вот этой странности, которую, кстати, надо проверить админом, может, они там что-то с настройками где-то намудрили, всё-таки новая ОЦ Гроза интересна. И интересно, она прежде всего своим внешним видом, это действительно что-то оригинальное, но наконец-то, и при этом не страшное, и при этом симпатичное, приятное. Лёгкая тряточка, на, дарует свой шарм. Мягкая отдача позволяет играть с комфортным. А звук, близкий к каждому, как я уже говорил, задроту варфейс, греет сердце. Поэтому, Рокутагин постановил. Пушка годная, при этом она однозначно не является имбой, но, по моему разумению, её вполне можно выбивать, дабы играть в паблике и, возможно, при прямых руках даже брать первую лигу. Не думаю, что возникнут прям какие-то колоссальные проблемы в боях против Шурфаера или КАЦ ФДВ. Ведь где-то чуть-чуть им проигрывая, в других моментах, например, по удобству использования, она их даже выигрывает. В итоге мы получаем приятный внешний вид, оригинальный, что немаловажно. К сожалению, не очень богатый, точнее, даже скудный выбор прицелов, но в целом приятный, комфортный геймплей. А вишенкой на торте является то, что пушка не имба, но и не хлам. Пушка, с которой можно нагибать, пушка, с которой можно рвать паблики и даже при прямых руках и богатом опыте брать первую лигу. Пушка, которая является хорошим примером нормального, сбалансированного оружия Warface.